Сегодня на совещании с заместителем городского главы не получилось ни о чем договориться. Вопрос о том, что общественной палатой было направлено уведомление гору праве, чтобы та подобрала нам рынки в части города, построила их и ввела ввод, эксплуатацию. На сегодняшний день рынки не построены. Нам предлагают только 100 торговых мест, которые находятся в Секиотовском кольце. На Градской 64-Б это не рынок, это ярмарка, где срок аренды продлевается только до 31 декабря этого года. То есть в результате через 2 месяца нас опять могут выгнать и оттуда. Городское управо, рекомендуйте. Городское управо. Я же вы сами. Городское управо. Не на кого и не на что. Смотрите, по-моему, главную провокацию устроила как раз городское управо. Городское управо. На улице. А то жарко, смотри, давление приходит. Пожалуйста, вот губернатор 2-го числа на брифинге выступил и сказал, что закрытие рынка будет носить естественный характер. Естественный характер. То есть то, что сейчас происходит, это естественное. Это естественное управо. Естественное условие. Естественное управо. Это естественное условие по договору аренды земельного участка. Которые договора Ростова. Общественная палата. И вы это все прекрасно знаете. Общественная палата. Поэтому давайте. Городское управо. Все. Дала указание о том, чтобы нам построили рынки. Но их не построили. Публичные слушатели. Вы говорили, что будут публичные слушатели? По поводу рынка. По поводу рынка. Никуда нет. Конечно. Они будут когда происходить? Ну смотрите, когда мы получим заключение? А заключение планируется в каком? Ну у нас контракт до конца года. Должны должны быть заключить. До конца года? В конца года? В Калужки новости. Калужки новости. А у вас все пропустили. Поэтому все хорошо. Мы скажем. Вот смотрите. Вот заключение. Жители что хотите? Хотите идти в рынок, чтобы на вас везли? Если не дай бог он аварийный. Что-то упало? Пожалуйста. Почему вы взяли, что он аварийный? Нет. Я образом. Выводы не делайте раньше времени. Либо вы хотите, чтобы его сделать в конструкцию. Послушайте. Какие-то там усиления фундамента. Либо еще. Но вы должны прекрасно понимать о том, что разговоры вокруг этого рынка. Вещевики ни в чем не виноваты. Освобождаются. Почему мы нас должны гонять на улицу? Мы не выгоняем на улицу. То есть мы вам предлагаем переезжать в другие места. Какие? Почему я дойду? Вы мне скажите. Хорошо. А если бы то же самое с юридической точки зрения произошло бы в торговом центре? Вот берем обычный торговый центр. Любой. Где происходит торговля? Там идет расторжение договора аренды. И ко мне что, придут все предприниматели и скажут, что я в чем-то виноват? Нет. Что же здесь сейчас происходит? А муниципальная власть представляет интересы? Муниципальная земля. Я муниципальная земля. Муниципальная земля должна быть освобождена. Ну вот эта часть общественности, она говорит, что надо решить по закону все. Все по закону. Ну вы часть общественной рекомендации общественной палаты исполнили, а часть нет. 25 октября. А потом чуренок будет закрыт. Да. 25 октября. Чуренок будет 26 октября. Нас заранее не предупреждают. Напишите это заявление, я вас прошу. Существует, дописала их в прокуратуру. Но вы же все знаете. Ну я не могу. Вы сами, самое главное, чтобы вы себя усилили. Это такие же отношения между двумя организациями. Я третий лицов тоже, как и вы, оказался заложником. Вы понимаете? Но мы же с вами прекрасно понимаем, что в 13-м году уже было принято решение. Понимаете? Мы подобрали площадь. Вы не подобрали. Теперь каждый. Ну вам, вы просто придите, обратитесь и посмотрите, что у вас тут скрывает. Я вас прошу, пойдемте с нами на Градцево. Вы постойте там и посмотрите. Подождите. Это Градцево-Яморка. Вам сказали подобрать рынок. Да и мы все подберем. Рынок? В рамках закона. В рамках закона, с датушью дня, нас в Градского права в руках не считают. В рамках закона, вы нас угодите на улицу. Это в рамках закона? Временно за урок. Он вас подбирает. Рынок вы нам подобрали? Укажите, укажите место, куда мы должны пройти. Укажите места, укажите места. Спокойно. Уходите в рамках и заходите. Я еще вас там еще раз. Заходите на Кирова и вам там места подберем. И все, что угодно для вас сделать. Для вас любимых. Чтобы вы не страдали. Договорились. Да, конечно. И еще, я вас попрошу, не нарушайте закон, а массово нарушать людей. Мы не уйдем в муниципальных площадках. Все. Подумайте, вам пришло шею. Подумайте муниципальную нарушу. Это вам задание. Мы имеем право на муниципальной земле с адрес Квера Бульвара гулять. Смотрите, вот каждый человек индивидуально. У каждого человека есть своя индивидуальная проблема. Вы понимаете, кто-то закупил сегодня вещи, кто-то закупил давно вещи, у кого-то вещи еще остались. Если каждый человек придет и скажет, давайте обсуждать каждый. Потому что сейчас необходимо решать с каждым человеком. А когда мы толпой кричим, что у нас все, кто-то милая женщина, выйдите на улицу, что у вас жалко воздавление. А у меня жалко воздавление в муниципальную площадку. Вот. И мы же из нас с вами сужили. Субтитры делали. Мы присоединяемся. И мы вам ищем. Ну вы же ходите, говорите, что у нас четыре тысячи человек. Вот четыре тысячи человек в муниципальную площадку мы разместимся на них. Вот так уж площадку. Давайте. Давайте. Все. Все.